Вот мы присутствуем в муравейнике. Это муравейники. Царь... Так, и Эмиль Бекташев. Это на участке Эмиля Бекташева этот муравейник находятся. Вот эти муравьи. Ну-ка, снимаем муравейник. Так, это вот у нас Вячеслав Климов. Известный уфолог и специалист по муравьям. По инсектоидным цивилизациям. А это Эмиль Бекташев. И у него был сон про царя муравьев. Я беседовала с царем муравьев. Только поближе. И он махнул телом как человек. Как человек? То есть у него... Не, ну как у него... Ну как тебе сказать... Руки как человеческие, но только... Много рук. Много рук, да. И у него покрытие, вот как он называется... Хитин. Но по виду, как руки человеческие. Но голова муравьиная. Ну, как... В принципе, у них должны фасеточные глаза быть. Да, то есть вот голова полностью как муравьиная. А туловище человеческое, но сделано из... Манибулы челюсти, там нижние, верхние. Нет, вот это у него нормальный рот. Нормальный рот. Да. Ну, я видел его как... Но носа не было, слава богу. Но слава богу, да. То, что у них носа нет уже. У них нет легких. Носа не было. У них только вот... Ну, но... Вид был приятный. То есть никакого вот такого отторжения я не испытал. Даже приятные ощущения были. И что сказал он инсектоит? Я ему задал вопрос. Как вы... Как... Почему муравьи такие трудолюбивые? Почему они все делают и не устают? А они говорят, потому что я... Ну, то есть вот... У них есть, назовем так, главные муравьи. Царь, царь, царица. Какая-то элита муравьев. Каждый муравейник. И они создают радость бытия. И вот эту энергию радости бытия они транслируют на всех муравьев. И они вот в этой радости бытия все делают. То есть просто так на один инстинктах ничего не построят. Это похоже на просветленное какое-то состояние вот у людей. Когда человек живет и радуется просветленным. Я бы сказал, не знаю насчет просветленного, но я могу сказать, такое детская радость бытия. Такая неограниченная причем. Ну, вот по моей версии они прилетели, в смысле их предки, члены Староконоги, где-то миллиард лет назад. Они привезли папоротники хвощей, ну, их прообран, прототипы. И грибы рассадили, которых уже нет в наличии. Это сейчас уже изменившиеся грибы. Но они были где-то 9 метров. Такие вот ископаемые состояния. Они их находят где-то из позднего палеозоя, начиная. Но на самом деле они были и раньше. Просто ископаемые остатки окаменелости и суши не сохраняются в силу деструкции осадочных пород, континента. Вот. И поэтому остатки грибов, остатки членов Староконогих и остатки той цивилизации, которая была, в общем, ее нет. Ну и действительно, инсектоиды или вот эти вот предки этих существ, они, кстати, на высших планетах и живут до сих пор. И с ними действительно можно связываться, по моей версии. Вот у нас есть экстрасенс Лошниченко, вот Вячеслав знает. Они ему уже много лет снятся и как бы дают информацию. Ну и вообще они приходят, вот эти вот разумные члени Староконогих. Главный смысл моего сна было то, что если бы у людей была бы вот такая духовная элита, которая рождала бы волну радости бытия, то цивилизация была бы другая. Смысл элиты – это порождать вот это поле радости бытия. То есть это должны быть максимально духовные люди, которые возглавляют общество, которые действительно... То есть фактически это должна быть некая кремлевская элита в идеале, которая из Кремля радость бытия распространяет россиянам, и они, соответственно, трудятся, находятся в радости в такой веком поле. Я могу сказать, что в нашем понимании это должны быть святые. То есть элиту, общество должны составлять святые люди, которые вместе создают вот это коллективное поле радости бытия. И вот в этом есть секрет коллективного труда у пчел и у муравьев. То есть у них это общее. Но нас учили, что гормонально-инстинктивное поведение все-таки у пчел, вообще общественных насекомых. Ну, надо понимать, что над молекулярной надстройкой всегда есть духовная надстройка. И вот духовная надстройка, она управляет эндокринной системой, а не наоборот. То есть не эндокринная система управляет духовными сферами, как у нас обычно пишут там. У нас уже любовь – это набор инстинктов. Ну, ребята, это вообще... Гормонов. Гормонов, да. То есть это уже никуда не годится. То есть люди не понимают, что духовные настройки, они управляют эндокринной системой. Но не наоборот. Ну да, понятно. Интересная версия. Значит, Эмиль, вы считаете, что, в общем, это кусочек инопланетной жизни, пусть изменившейся, пусть и деградировавшей? Ну, они, конечно, древние, чем человек. Конечно, они древние. И у них, скажем так, вот это коллективное ощущение радости бытия у них сохранилось. Поэтому они создали вот такой, могут создавать такие коллективы. Ну, понятно, что человеки такой коллектив создать не могут. Потому что на инстинктах это не построят. Ну, у Ефремова, кстати, вот в часе БК есть такое выражение, муравьиный уже социализм. То есть он очень невысоко оценивал вообще. А потому что материальный подход, он не позволяет объяснить, почему они вообще делают. Ефремов все-таки был догмат материализма он нес. Ну, нет, у него, я бы не сказал, у него в скрытой форме все-таки присутствует духовное начало, космическое, вселенский разум. Ну, как бы, он это не обговаривал и не мог обговаривать в советское время. Но, тем не менее, все-таки это, ну, в общем, это спорный вопрос. Но, тем не менее, он считал, что разумных муравьев не бывает. Кстати, в часе БК это и написано. Но вот я считаю как раз наоборот, что, ну, не разумные муравьи, а разумные их предки. И те, которые, в общем, на высших планетах находятся, они, конечно, существуют. И мы, несомненно, сможем с ними как бы сконтактировать, если захотите. Я могу сказать так, что человек тоже не является разумным существом, но он является эмоциональным существом. Потому что, если вы даже вот эти ролики, когда делаете, если вы думаете, что воспринимают информацию, я тоже так, как ученый, думал, что людям нужно дать информацию. А оказывается, нет, людям нужны эмоции. И если они не получают этих эмоций, они затухают. То есть человечество можно назвать квази-разумными существами. А на самом деле это эмоциональные существа, которые на 80, а может на 90 процентов эмоционально связаны. И, ну, это, может быть, с одной стороны, это отпечаток или путь коллективному, потому что коллективное может быть только на чувствах построено. На разуме коллективное не построить. Нужно какое-то общее глобальное чувство. Ну, вот с чем я могу сравнить коллективный разум? Вот, допустим, все прекрасно знают День Победы. Это была настолько сильная, говорят, коллективная радость, что она вот чувствовалась в воздухе. Такую подобную коллективную радость еще испытывали, когда Гагарин полетел. То есть люди просто выходили и обнимали ту другу. То есть люди говорят, что это было что-то необычное, потому что это было некое коллективное чувство. И вот именно развитие таких коллективных чувств и должно быть основой элиты. А Гагарин мог быть тем индуктором коллективной радости или проводником, который инициировал в массы эту радость? Мог. То есть он был как проводник некий. Он был необычным человеком. Я думаю, что, наверное, там высшие выбрали его тоже по-своему. Потому что, обратите внимание, ведь интуитивно Королев выбрал не интеллектуального какого-то космонавта, которого Титов продвинутый по всем вопросам. Он выбрал, он сказал, гагаринская улыбка. То есть Гагарина выбрали только по улыбке. Потому что он понимал, что первый космонавт – это будет некий тотем. Ну, сейчас у нас это тотем уже практически. И интуитивно Королев понимал, что тотем должен быть в виде чувства. И действительно Гагарин, многие говорили, что Гагарин он действительно… Некий проекционный образ такого славянина, такого русского, простого русского парня. Да, с аристократической фамилией Гагарин. То есть я могу сказать, что если сравнивать радость муравьев, то можно сравнивать с гагаринской улыбкой и радость полета в космос. И радость – День Победы. Потому что сейчас, если сравнить, что такое праздник у нас? Это некое народное состояние радости. Должно быть. Так должно быть. Но у нас это потихонечку угасает, потому что мы вот эту сферу полностью уничтожили. Но я бы не согласился, что коллективный разум не может быть… Только на чувствах, вернее, что… Нет, может быть. Разум как раз и есть коллективный. Нет, может быть. Социум. Социум. Это же и есть продукт коллективного разума. То есть устремление сотен, тысяч, миллионов людей, которые могут обустроить, допустим, планету. Я почему к этому подвожу? Потому что самым простым механизмом соединиться с планетой и Землей – это радость бытия. И все животные, все муравьи, они работают на радости бытия. Ну вот, кстати, тут очень много комаров, которые почему-то нас с Вячеславом кусают, а вас не кусают. Ну, я уже свой. Вот. Они на вас… Я смотрю ни одного комарика, а нас облепили. Они увидели новых людей, эмоционально реагируют, радостно покусывают. Да. Но комаров не задумывал космический разум. Я хочу сказать, что это потомки неправильные. Это паразит. Я могу так сказать, что паразитический образ жизни, да. Причем они на людях паразитируют, на высших, можно сказать, представителях. Да. Вот именно на людях, они на коровах паразитируют. Нет, ну вот, да, на сверху, я, насколько я знаю, есть комары, которые питаются соком растений. Там, может быть, так и должно быть. Это какие-то комары-то? Есть такие большие комары. Ну, это галицы, там они поедают личинок друг друга, например. Там каннибализм личинный. Они есть, которые соком растений питаются, а есть, которые кровью людей питаются. Да, да. Вот тоже, может, есть какое-то разделение. Ну, в общем, дорогие друзья, в общем, это другая форма жизни. Мы, как мы стоим под березой, которой сто лет, эта вот береза сохранилась, не зашла. Даже грибы здесь. И грибы вот растут. Это кусочек леса, который не трогали, поэтому здесь могут... Да, и тут встреча с инсектоидами, ничего не с тороконогими у нас состоялась. И с коллективным разумом, с Эмилием Дикташевым, на его участке. Да. То есть...